Друзья, всем привет! В этом видео мы поговорим про сертификаты и про разрешительную документацию. Ее необходимо по делу прикладывать к нашему товару, чтобы сказать, что именно этот товар является безопасным. Безопасным с точки зрения тех регламентов и технических требований, которые в данный момент есть в нашем государстве. Чтобы все это дело упростить, мы можем разделить все товары на три категории. Категория номер один – это товары, на которые обязательно должны быть разрешительные документы. Это могут быть и сертификаты, и прочие разные похожие документы. Вторая группа – это когда сертификация не обязательно, когда вы ее сами можете сделать. И третья категория – это когда товар в принципе не может нанести какого-то вреда здоровью человека. Или животного, или так далее. И обычно на такие товары делается только отказное письмо. И какой бы из документов у вас не был для вашего товара, все это вы можете загрузить в Яндекс.Маркете довольно легко и просто. Необходимо зайти в раздел «Товары» и далее «Документы на товары». Нажимаем на кнопку «Добавить товары» и заполняем форму. Указываем тип документа, серию номер сертификата, срок действия, коды товарной, номенклатуры внешнеэкономической деятельности при наличии. Она лучше ее указать, конечно. Если вас оперативно попросили эти документы, то, во-первых, где вы их можете взять? Может быть у вашего поставщика, а если вы сами производитель, то вы должны были их заказать в специальном аккредитованном центре, у которого есть лицензия, чтобы получить образец вашего товара, сделать необходимое испытание, ну а потом выдать вам соответствующую бумажку. Эту бумажку обычно делается она в бумажном виде, ну и, конечно, в электронном. И вот именно в электронном виде вы можете отправить ее в поддержку Яндекс.Маркета, чтобы они ее там прикрепили, разместили, чтобы они ее кому-то там показали. И, ну а кому они ее могут показывать? Конечно же, тем покупателям, которые вдруг обеспокоились, что тот или иной товар, который они купили у вас, возможно, ненадлежащего качества. Давайте рассмотрим, какие товары зачастую самые требовательные. Конечно, это детские товары, потому что за здоровье детей больше всего, конечно, переживают. Дети могут, например, когда играют с игрушками, и покусать ее, и облезать, даже съесть ее могут. И она должна отвечать всем требованиям безопасности, чтобы с ребенком ничего не случилось. Поэтому, если вы вдруг решили или продаете игрушки, обязательно сделайте так, чтобы, во-первых, все было безопасно, и подтвердите это документами. Дальше идут медицинские товары, БАДы, бытовая химия, понятно, все, что может, как бы вот даже с кожей контактирует, посуда и спортивный инвентарь. Но не весь. Например, на гантели ничего такого, на гире ничего такого не надо. Также, в основном, те товары, которые втыкаются в розетку, работают от сети, на них тоже необходимы специальные, более дорогие сертификаты. Сами понимаете, шутки с электричеством, как говорится, ни к чему хорошему не приведут. Если там что-то некачественное, может привести к плачевным последствиям. И кто за это будет отвечать? Конечно же, тот, кто этот товар произвел и потом перепродал. Кому эти проблемы нужны? Мне кажется, никому. Поэтому лучше проверить и на всю ту партию, которая была изготовлена, все эти документы подготовить. Вообще, документов, которые каким-то образом регламентируют, их очень много. Можно все это, конечно, самостоятельно поискать, но на самом деле лучше обратиться за консультацией в какой-нибудь аккредитованный центр. Дабы они это делают зачастую бесплатно, скажут, какие документы нужны, и выставят вам счет. А уже делать у них или у другого центра, это уже остается дело за вами. Но делать однозначно надо. Ну и, конечно, не надо забывать, что любой документ, который подтверждает качество вашего товара, вызывает больше доверия у покупателя. Ну и дает вам определенный имидж среди других ваших конкурентов, у которых, возможно, этого, соответственно, и нет. Также стоит отметить, что у сертификатов есть срок годности. Например, сертификат ГОСТ действует максимум 3 года. Аналогичный документ ЕАЭС 5 лет. Давайте кратко разберем, как все-таки получить сертификат, если у вас его нет. Ну, во-первых, мы выбираем аккредитованный центр и заключаем с ними договор, в котором, соответственно, все будет прописано, что у них есть в том числе лицензия. Если вдруг что-то случится, можно все косяки так аккуратненько на них перевести. Далее необходимо заполнить заявку на проведение сертификации. Можно скачать образец или попросить, чтобы вам помогли его там сделать. Отправляем, соответственно, образцы для проведения лабораторных исследований. Дополнительно техническую документацию на продукт, в который должно быть указано сведения о сырье. Данные об используемых материалах, копии изображений, паспорт продукции и другие документы. Ну и, конечно, данные об организации, которые этот товар производит. Если вы производите в Китае, то, соответственно, китайской компании. Нужен регистрационный и учредительный пакет документации, нотариально заверенная копия устава, наименование и подробное описание продукции, тех документов, согласно которым товар изготавливается, ну и прочие по запросу, которые будут необходимы. Собственно, после заключения договора товар будут испытывать. На это про все может уйти несколько недель, но обычно делается за одну неделю, после чего вам приходит документ, который вы можете уже и использовать. Ну и также надо отметить, что Яндекс.Маркет не обязывает вас каждому товару все это дело прикреплять. Либо вы можете это сделать добровольно, либо по запросу службы поддержки. Ну и, конечно, не забывайте подписываться здесь и увидимся. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»